Не каждый рязанец может ответить на вопрос, что уже много лет скрывает под собой баннер, висящий на здании на улице Семинарской. Между тем, за этим полотном расположен дом Хвощинских, который мог бы стать литературным и культурным центром нашего города, но пока находится в плачевном состоянии. Когда-то сестры были известны на всю страну. Романы, повести и стихи Надежды Дмитриевны печатались в самых известных журналах тех лет. У него были две сестры Софья и Просковья. Это талант ее женщины. Старшая Надежда, она писала частично подпоседание Крестовски. Была первая женщина в России, которая получила литературную известность как автор прозаических произведений. Тема – жизнь молодого человека накануне, отменка постанового сразу после этого, на фоне потенциального городка со всеми своими плюсами и минусами. В наше время ее многие не знают, но тем не менее, когда она была жива, в Российской даровании своих сил, она была очень известна, получала большие гонорары и стала первой русской писательницей-прозаиком, получившим общероссийскую известность. Как выглядел дом ранее, можно узнать разве что по немногочисленным фотоснимкам. Рязанщина была всегда и остается регионом с большим литературным потенциалом. И ведь долгие годы общественности вынашивается мысль о создании в городе литературного музея. Так вот, по замыслу организаторов, после реставрации объекта на этом месте будет литературный музей. Насколько рассчитан, часто спрашивают, как скоро это все произойдет, но этого, конечно, никто пока сказать не может. Все зависит от общих усилий и общественности, и трудовых коллективов, и рядовых рязанцев. Восстановить дом Хвощинских – такая мысль давно витает среди градозащитников и всех неравнодушных. Лишь недавно дело сдвинулось. Инициативная группа начала сбор денег на проектную документацию. Устраивает благотворительные концерты и субботники. Для прохождения первого этапа необходимо чуть больше двух миллионов рублей. За полгода удалось собрать 400 тысяч. Возможно ли реконструировать такие руины, покажет время. Однако инициативная группа, несмотря на отсутствие необходимой информации о доме, не унывает. И, возможно, через несколько лет баннер снимут, и улицу Семинарскую будет украшать литературный дом-музей сестер Хвощинских.